мы более менее чувствую себя хорошо но кажется это конец нашего путешествия были я как-то я вообще не понимаю мне все кажется что ты какой-то дурной шуткой привет друзья вы на канале андрей кузнецов на воде меня зовут сергей и сегодня 17 день нашего путешествия санкт-петербург сочи и мы находимся в городе казань друзья сейчас 17 день нашего путешествия и что можно сказать былого куража у нас поубавилось и от первоначального состава остался я один но обо всем по порядку мы расстались с вами вы тигре вы тигре мы попрощались с димоном оператором и с ним же уехал и андрей помор потому что ему надо было и мы остались сделать вдвоем дема обстановку холодно холодно поморта уехал теперь нам голодно два дня мы с ним шли до города череповца друзья 6 30 утра 5 октября мы сегодня решили выехать пораньше нема сейчас скажешь сейчас будем разговаривать со шлюзом ночью болтала очень сильно болтала ветер сильная волна сильно стащила нас с якоря метров на 10 сместили стояли изначально нас болтала потом немножко сместила поболтала а потом какой-то резкий порыв видите и нас сместила и болтала уже здесь доброе утро подскажите пожалуйста готовы сняться с рейда следовать вашу сторону прикольно так наблюдать за тем как поднимаешься то есть три шлюза мы сегодня уже прошли буквально там за два часа и поднялись в каждом метров по 13-14 это типа на 40 метров мы уже поднялись только за сегодня и плюс еще 41 метр за предыдущие дни то есть на 80 метров мы уже предстоит еще один шлюз горит красненький вышли из шестого шлюза до переправы волоков мост простояли еще тут в ожидании минут 10 наверное сегодня у нас цель добраться до белого озера как серега впечатление прохождения первого полного места лично и он меня честно говоря испугал я думал что ничего не будет я выеду были на раз перегорошена вся дорога через дождь не видно ничего а вот так выглядит волоков мост уже с нашим берегом тоже получи переправа узались по рации будем говорим 6 часов 44 минуты короче смотрите вчера нас колбасил я очень боялся что оторвет лодку под пихнул 5 кранцев сюда и у колбасила не меньше чем в вытигре и теперь абсолютная тишь и воды которая в кране течет то есть меньше половины впереди нас предстоит город череповец как река называется дем при кашек сна дема говорит что речка грязная но грязнее чем белое озеро поэтому мы решаем заправиться водой здесь все вырубили движки только что был неприятный мы на что-то наехали возьму лодочку съезжу посмотрю отметины на том бревне какие может быть и винты раз так сильно перемолотила и мы сразу выключили винты еще не включали сейчас посмотрим на вибрации право мотор запускаем храм рождества христова церковь рождества христова единственная в мире церковь маяк была построена в конце восемнадцатого века в посаде крохина у самого берега белого озера у источника реки шексны в начале 1950-х годов при создании волгобалта крохина и другие поселения белоозерского района попали в зону затопления однако над куполом церкви рождества христова был установлен мигающий маяк для судоходства благодаря чему храм избежал сноса глубина 6,8 метра уже начинай притормаживать вот в таком формате у нас происходит постановка на якорь вон там направо глубже так давай давай туда уйдем ребят всем добрый день брались до шексны сейчас заходим в шлюз в протяжении всего маршрута пытался выловить свой первый теплоход на котором только начинал работать в 18 лет я пошел на практику думал так и не получится мне его найти и как вы думаете кого мы сейчас встречаем на выходе из шлюза вот он волгодон пол 161 мой самый первый теплоход на котором я проходил практику полгода в основном ходили рейсами как раз до с рыбинска до нежского озера до самарова с удобрениями потом в санкт-петербург старый помятый но все еще в работе так ребят прямое включение встали в череповце в яхт-клубе адмирал кто это ты нас напугал в череповце команде андрея на воде присоединился лейтенант дэн где-то я уже слышал это имя в череповце к нам присоединился лейтенант дэн дальше мы пошли уже втроем хочу вам представить опытнейшего капитана как мы его ласково называем лейтенант дэн его зовут Денис у него опыта практически всю свою сознательную жизнь он занимается тем что связано с мореходством и несмотря на то что мы создаем амплуа таких беззаботных распестяек вот мы все равно следим за безопасностью и всегда остаемся под надзором опытных специалистов у Дэна очень богатый жизненный опыт он побывал во всех странах мы каждый вечер заслушиваемся его историями и в течение этого ролика мы обязательно вас поближе с ним познакомим ребят всем доброе утро на улице у нас 6 часов утра мы отходим из череповца у нас приехал лейтенант мы отдали все шортовые концы глаза красные потому что плачу потому что чистил лук отвариваем бульончик морковка лучок картошечка ты к нам в гости парни вот сейчас их встретили едут в этот? да едут тоже в Сочи да да там в воду раскачет даже не чувствует и дальше идешь ага как говорится спокойненько без приключений дойти ага погнали Водку, на ходу, очень сильно колбасит и мы боимся что эти две тоненькие веревочки могут не удержать и оторваться ого как нас уху ху колбасит в этом хоть там раз уход на автовал у нас есть этот да 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 там все Все, все улетело, пролился чай, улетел суп, ебать, 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 то есть всего лишь поймали боковую волну. Модовой журнал намок. Потом в Ярославле к нам присоединилось еще два человека. Из сегодняшнего дня к нам присоединяется Серега с Кириллом. Команду Андрея на «Принцессе» пополнило два человека и две бутылки коньяка. И началась веселуха. Пополнение команды обязательно. Мы начали уже ходить по городам, снимать всякое интересное. Мы ходили по Ярославлю, по Нижнему Новгороду, по Костроме. Сделали такой бешеный трип. Пустые октября. Криминально. Надо возвращаться. Горько свободы хранилища. Это Нижний Новгород, друзья. Вот об этом поподробнее, пожалуйста. Город Кострома. Кирилл у нас с Серегой, что приехали два парня. Кирилл, значит, заболевает. Ходит в масочке. Я такой чувствую, что меня немножко уже подколбашивает. Кирилл такой, все, адьос. Я не собираюсь тут. Неизвестно, больница не больница. И он быстренько урулил домой на самолете вместе с Серегой. А мы остались. Меня подколбашивает. Вот мы с Дэном. Дэн начал кашлять. Блин, я понимаю, что у нас вообще никаких таблеток. Вообще ничего нету. Я там... Дэн... И все хуже и хуже нам становится на лодке. Мы потом уже побежали в аптеку. Начали закидываться там ингаверином. Ну, короче, и понимаю, что если вот человек один заболевает на лодке, все, мы находимся бок о бок 24 часа в сутки. Конечно же, мы перезаражаем друг друга. Конечно, это вообще очень сильно все меня расстроило. Потому что я уже такой думаю, блин, надо, наверное, будет сруливать. Короче, ситуация только накалял. Всем было все хуже, хуже и хуже. Ну, вот мы все ходили, уже такие зеленые, уже ничего не радует. Какое там путешествие, какой кураж. Заболели парни. Сразу же покинули нас в Нижнем Новгороде. Дема. Тоже у него образовались дела. Он тоже покинул нас. И мы вдвоем с Дэном опять поехали дальше. И вот к нам присоединился Саня, оператор. Друзья, сегодня 15 октября, пол седьмого утра и город Чебоксары. Следующая остановка у нас будет город Казань. До туда нам надо пройти 160 километров. Но мы сейчас ускорились, мы идем где-то 18 километров в час. Ну, то есть, ну, меньше 10 часов нам придется. 9 часов, по идее. К вечеру уже будем еще засветло. Ну, вот, смотрите, принцесса. Сейчас она прошла уже 1700 километров. Все на ней в целости и сохранности. И все, что, короче, пока что ничего не сломалось. Вычислили, что потребляет она у нас где-то от 150 до 170 литров на 100 километров. Вот так вот. Мы не считаем в час, мы считаем на 100 километров. Потому что мы же знаем, сколько нам осталось пути. И можем рассчитывать, сколько у нас литров потратится. А сейчас у нас топливо солярки полбака. То есть, где-то тонна осталось. Следующая заправка будет в Казани. А вот в Казани надо заправиться. На нее 160 километров. Мы потратим еще там литров 250. Пишите комментарии, что это такое. Что это какое-то особое малеходное приспособление. Просто чума. И она идеально подходит для этой яхты. Так, мы вышли из яхт-клуба Чебоксары и идем в сторону шлюза ново-чебоксарского. При подходе к шлюзу нам надо обязательно объявиться. Диспетчеру движения доложить, кто мы такие вообще, откуда и куда идем. И доложиться на шлюз, что мы подходим. И они нам скажут, к какому шлюзу подходить. Там два шлюза. Так получилось, что сейчас мы отошли с Саней вместе. И если зоваться, то тоже попробуем с Саней. Специально попросили Дэна. Дэн же должен обучить меня за этот поход. Попросили Дэна не вмешиваться вообще. Ни в швартовку, ни в швартовку на шлюзе, ни в переговоры, ни во что. Диспетчер шлюза Чебоксары 3 называется позывной. Третий канал. Хорошо. Доброе утро. Моторная яхта Леон. Движемся по маршруту Санкт-Петербург-Сочи. У нас так до Сочи дарить-то так и будет? Да, да. Мы будем останавливаться в каких-то городах. Кто-то к нам приезжает. Мы поснимаем. Андрей на воде. Да, да. Все верно. Хорошо. Спасибо. Посмотрим с удовольствием. По-моему, так надо говорить. Ты видишь здесь вообще римы-то? Ха, здесь не такое. Здесь всего. Посередине два рима и до свидос. У тебя подружка крутина? Да. Правый последний раз. Правый. Да погоди ты, дай я мне самому подумать. Проехали, мальца. Все идет по плану? Какая-то хрень эта. Да уж. Я долго шортовался, долго, непрофессионально. Но ничего, все приходит с опытом. Надеюсь, в следующие разы будет все получше. Может быть и нет. Левый работает вперед, правый на нейтрали. Ага. Подходишь вот так вот. Если ты левым бортом. Да. Левый вырубаешь, у тебя еще есть инерция. Трулем подруливаешь, чтобы корма подходила. Ага. А правым даешь назад. Ага. И он у тебя останавливается. Только он инерции еще ведет. Это заранее надо давать назад. Ты даешь назад, и он у тебя пока работает назад. Он у тебя продолжает двигаться вперед. Трулем задаешь направление кормы. И он подтягивается. И потом у тебя Насяра чуть отбросит. Насяра уже подрульт, а потом поддернул. Так, сейчас загорится зеленый свет. Подрулька включена. Где-то там красненький он горит. Типа нельзя еще уезжать. Я Толион, Сарховский, 357. Попробуйте. Пятачных слов не слышно. Яхта Лион, спасибо большое за швизование. Ну вот смотрите, как расходиться с встречными кораблями. Ты можешь либо по рации сказать, прочитав его название, в бинокль, вызвав его, и говоришь, расходимся левыми бортами. Либо можно просто дать светоимпульсную отмашку. Вот у нас есть четыре лампочки наверху, они выглядят как вспышка от фотоаппарата. И ты просто моргаешь лампочкой, которая находится с левым бортом. И встречный корабль отвечает то же самое. Он моргнул лампочкой. Все, значит, вы друг друга поняли. Не надо по рации ничего говорить. Посмотрите. Да, идет же большой корабль. И мы не знаем, какой у него маршрут. Понятно, что, скорее всего, он просто идет дальше. А может быть, он встает на рейд. Или еще что-то. Ему не остановиться быстро. У них маневренность вообще нулевая. То есть они очень-очень долго. Если ты скажешь ему, расходимся левыми бортами. Он говорит, нет, нельзя. У меня маневр. Я поворачиваю налево сейчас. Давай правыми бортами разойдемся. Ну, такое часто бывает у нас в Питере. То есть они моргают. Подходят к причалу. Мы же не знаем, он идет к этому причалу. Или дальше он идет к какому-то причалу. Вот он бывает дойдет и начинает разворачиваться. А ты сзади него. И он тебе показывает, обгоняй меня справа, а не слева. И все. Ты обходишь справа, а он делает свой маневр налево. В общем, ребята, следующим пунктом нашего назначения была Казань. Мы посмотрели по карте. Проходим мимо какого-то замечательного места. Круглый островочек. Написано город Свияжск. Свияжск, основан в 1551 году, считается городом-крепостью, так как служил опорным пунктом Московского царства для взятия Казани. Свияжск – город-остров. До 2008 года сюда можно было добраться только по воде. Свияжск – город-церковь. На маленьком острове два монастыря и более десяти соборов и церквей. Несмотря на то, что Свияжск называется городом, население его всего 243 человека. Куча-куча всяких разных музеев на нем указано, и мы не могли такое пропустить. Нам очень захотелось сюда зарулить. Вот судя по навигатору, где-то там есть смотровая площадка. Надо сейчас найти улицу, потому что улицы ведут к ней вот так. Мы хотим забраться на смотровую площадку и посмотреть оттуда. Нам посоветовали подниматься по тропиночке. Побыстрее получается. Фильм «Остров» с Леонардо Ди Каприо. Пока гуляли, встретили женщину-экскурсовода, бывшего экскурсовода. Она нам рассказала. Оказывается, Свияжск – это место, где в Нижнем Поволжье, самое место, где принимали крещение христианское. И в 2010 году сделали программу возрождения. Здесь построили дорогу, привели газ, водопровод, электричество. И все. И все заново зацвело. Музеи здесь работают только до половины пятого, а сейчас уже половина пятого. Поэтому мы ни в один музей не успели зайти. В общем, мы погуляли по городу Свияжск. Мы не претендуем на какую-то достоверную, полную информацию о нем. Просто нам очень захотелось сюда зайти, заглянуть. Мы реально увидели его на карте. Это не было запланировано. Мы увидели на карте, смотрим. Ну, блин, такое место, ну, нельзя такое пропустить. Поэтому все, сейчас уже темнеет. Мы сейчас отправляемся на Принцессу и хотим дойти до Казани. Мы отошли от причала Свияжск. Следующий пункт назначения у нас – Казань. Примерно час хода до туда, 23 километра. Скорее всего, нам придется идти в темноте, ориентируясь по буям. Поэтому на камере вам, возможно, тоже будет ничего не видно. Но мы постараемся передать вам обстановку окружающей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На самом деле на камере сейчас ISO выкручена на максимум. И в реальности картинка гораздо темнее всех этих судов. Видно чуть хуже, чем картинка в мониторе. Очень оживленный трафик. Он еще тоже на нас поворачивает. Он нам в корму, да, ушел. В незнакомом месте так неудобно. И так непривычно все. Они нас игнорируют, ничего не запрашивают. Ну, они, видимо, привыкли кататься и что им кого-то запрашивать, да. А тот, походу, просто стоит. Да, движуха такая, три парома туда-сюда и навстречу еще один. Не как у нас там в Питере, они все по струнке идут большие. И мы как бы знаем, что все идут туда, все идут обратно. А тут один сюда идет, один туда и три парома вот так. Ебать. Оп, оп, оп. Кранчики, кранчики. Нас уже встречают. Немного не доезжая до Казани, там есть еще большой яхт-клуб. Мы позвонили туда, они говорят, мест нет, звоните в клуб Венеция. Вот мы позвонили в клуб Венеция, здесь места есть. Надо расплатиться, полторы тысячи стоит. Сто рублей с метра. Вот, в прошлое, в Чебоксарах у нас стоило 3200, а здесь полторы тысячи. Нормально? В Чебоксарах, потому что эксклюзив, один клуб на весь город. А заправка работает? Нет. Все, да? Заправка там есть, я вам дам. Подальше, да, где-то? Да. Вниз по течению? Вниз же идете, да? Да, мы вниз идем. Да, да, там. Субтитры сделал DimaTorzok Как минимум, сегодня мы сходили в Казань, накупили кучу всяких лекарств, потому что мы все тут заболели. Раз, два, три. У нас не было вообще ничего. У нас были вот витаминки, и то это оставили, пацаны. Короче, теперь у нас есть вупрофен, ферверс, грибофлюк, нимимимимимимин, тантумверде, еще ферверкс, ингаверин мы пьем, у нас кончился. Да, это болезнь, понимаете, она выбивает нас из графика, во-первых. Во-первых, мы и так поздно вышли. Сейчас уже наступает холода, сейчас плюс 3 градуса. А нам надо в это время быть уже на югах. Во-вторых, нам надо записывать контент. Нам надо быть веселыми, надо быть на кураже, а когда ты болеешь, тебе вообще ничего не хочется. Какой тут кураж, какой контент? Блин, оставили бы все в покое, и все. То есть, это, короче, эта болезнь, вот то, что у нас не было вот сразу таблеток никаких, она реально, это большая подстава. Все наше предприятие под угрозой срыва. Две воды, одна нормальная питьевая, одна из-под крана, которая может кипятить. Я все это время пил из-под крана. А ты ее пил прям? Нет, нет. У нас тут, ну, такой бардачок постоянно, мы не выделываемся здесь, типа, чистоту хотим, потому что у нас постоянно валяются куртки здесь, мы постоянно выходим там на улицу. У нас валяется здесь два жилета, куча ботинок стоит и на улице, на ночь мы заносим ботинки сюда, чтобы все-таки они были потеплее, и дождь не пошел бы, косой не намочил. Здесь у нас куча продуктов, вот это все не влезает в ящички, поэтому хлеба и всякие каши у нас хранятся там наверху. Суп, Дэн варит супы нам, суп рассольник. А, ну вот, парни, в Костроме купили кучу сыров в таком сырном магазинчике. Да, 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 много видов сыров, мы их тут едим. Что у нас? Все обычная еда, как дома, то есть ничего такого нету специально морского. Панель приборов постоянно завалена, постоянно завалена, у нас здесь заряжается все. Во-первых, здесь раньше было 220 вольт, только когда работает генератор. Было очень неудобно, но у нас есть инвертор с 24 на 220 и были розетки там. И вот мы провели по окну, по окну, вот туда и сюда поставили большой пилот. Видите, он постоянно занят всем. То есть здесь заряжается все, рации, коптеры, клубок из жалящих змей, как говорит Денис. Блин, понюхал сегодня с утра кофе, такой, не пахнет кофе. Духаю, блин, думаю, нормально. Чеснок кусочек отломал, не чувствую. Пошел побрызгал свой одеколон, ну, туалетную воду, в которой я стопудово всегда там. Я нюхаю, притык, нюхаю, мне глаза, блин, я вообще не чувствую, как будто просто воздух. За меня паник уже. Очень испортилась похода. Сегодня утром пытаемся пересвордовать лодку. Я вообще не понимаю. Вот, я скажу, что я идиот. Вот, я скажу, что я идиот. На пилу мозг хватает! На пилу мозг хватает! Мозг! Да, сломался у нас генератор. И нам становится холодно. Дэн сидит, читает книжечку, где заборный шпигат. Вода, которая забирается. В днище есть дырка. Вода забирается, проходит через фильтр и приходит уже в сам генератор. Фильтр чистый. Дуем в шланг, который должен соединяться с забортной водой. Он не продувается. Что это такое? Это насос для откачки трюмка. На случай, если встроенные не справляются, правильно? Ну, это на критический случай. Если мы пробьем где-то днище, он будет многое укачивать. Генератор вот этот заведем, подключим. А сколько барахла здесь? Это что такое синее? Смотри, это то, чего нам не хватало эти два дня. Короче, у нас сломался генератор. Вот здесь есть фильтр заборный. В нем не поступает вода в него. В этот фильтр. Генератор перегрелся и отключился сам. Значит, вот здесь было вот это вот все. Все вот это, что вы видите, все было сложено здесь вот так горой до верха. И придавлено, притоптанно ногами. Ну, пришлось это все разобрать. Найти, во-первых. И вот смотрите, что. Шланг пришлось отрезать, потому что никак его не снять. Ну, и вот тут, видите, весь шланг забит травой. И весь этот шпигат забит травой. Вот, если я открою сейчас вот это. Вот это все дно. Если открыть, то отсюда похерачит вода. Добрый вечер. Это водоросли. Их тут полно. Плавает, потому что сейчас шторм. И вот этих водорослей дофига сюда принесло штормом. Все, теперь шланг абсолютно пустой. И отсюда выходит воздух. Осталось прочистить только сам шпигат. Ага, видите, она еле-еле идет. Потому что там где-то, что-то где-то, что-то где-то там. Все, теперь он даст... О-о-о-о-о-о-о. Смотри, 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 похерачил. Вот, все, видите, прочистилась дырка. Так, ну ладно, сейчас тут не очень интересно. Я буду срезать шланг этот дом. Хорошо рассказывать. Вы лентяй жрать не готовите. Я на всех готовлю. Под мяско им делаю. С кинзой, фасолью и заливкой белым вином. Вот белое вино есть. Постреляли в Казани. Там такие волны и сильный ветер. И потом, когда здесь-то еще можно выйти, а когда мы пойдем в Куйбышевское водохранилище, подписчики написали, что там волны до двух метров. Блин. Мы, конечно, ну, это стрёмненько. И лодку, которая у нас болтается на веревочке, мы, конечно же, ее уже поднимем нормально в транспортировочное положение. Подвесим к этому трапу и закрепим. Поехали в Сочи, говорили они. Будет тепло, говорили они. Да, все, с Казани. Уходим. Три дня. Это самая длительная стоянка у нас получилась. Три дня мы. Усиление ветра прогнозируется, но если мы успеем дойти до узкого места, ветер будет поперек реки, волна не будет успевать разгоняться. Вот наша задача до этого усиления проскочить и узкое место, и водохранилище. Поэтому задача, например, нам бы в ванну, это дойти до Ульяновска. Это по-прежнему Казань. Мы сейчас заправляемся на 20 тысяч рублей. Это будет, наверное, 400 литров. У нас есть 600 литров. Нам надо, по нашим расчетам, 700 литров. Казань. АВТОН. Обож trzeba быть. Ура, по нашим расчетам, 80 литров. Да, иье заново, abajo мол. АВТОН. Денчик урулился, пошел отдохнуть, потому что ему еще всю ночь, ну, много еще ему рулить в темноте, потому что я в темноте совсем ничего не вижу, а у него опыта много, поэтому он пошел отдохнуть перед ночью, вот мы сейчас за рулем я, решил тут маленько срезать. А срезать не надо было, ну, понимаю, их половина на якоре стоит, половина едет, очень медленно, плотненько, плотненько, много кораблей, бывает, что вот эти горы обсыпаются, обнажаются пещеры внутри, в общем, прикольные объекты для исследований, у них центральные только буи, ну, мы оставляем эти буи слева, я не оставляю слева, да, как будто, как сплошная, да, а, когда это уже не водохранилищая река, то у нас есть правый и левый будет, правый, если мы по течение идем, правый и красный, левый, черный или белый. Мы идем справа от буиа, если мы хотим кого-то обогнать, мы сообщаем по нас. Да, представляете, если бы вам каждый раз на дороге пришлось бы говорить, ну, были бы у всех раций, вы догоняете шестерку. Зеленая шестерка, номер 636, обойду вас по левому. Бор, я вам говорю, да, да, добро, благодарю, полная фигня. А следующий не видать вообще, наверное, он должен быть правее на градусов 15. Ну, что, да волны вроде небольшие, но заливают так нас нормально. Один маршрут вдоль бережка, вот там, но что-то он весь в восклицательных знаках, типа низкая вода, низкая вода, поэтому мы решили пойти нормально по буям. Он тоже не понимает, кто мы, он такой, что-то написал, что-то там, куда-то, кто подходит. Я, подходит. Фразу. Я говорю, наверное, это я, на сторону яхты. Он говорит, ну, левым тогда. Я говорю, да, левым вон. А, е**й, вон он. Это я. Да, ну. Да, ну. Я говорю. Я говорю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, в общем, это город Ульяновск. Сейчас час ночи. Мы вышли из Казани где-то, наверное, часов 12 дня. Мы шли 12 часов. Это яхт-клуб называется Симбирск Марин. Такой он уже совсем пустой. Очень-очень мало лодочек стоит. Смотрите, у нас здесь охранник, показал, куда причаливать. Оказалось, нет электричества. Он нам притянул откуда-то издалека обычный удлинитель. Мы шли по широким водохранилищам, и в одном месте нас конкретно прям покачало. Так что у нас начало всё улетать со столов. Внутри, когда мы идём, полная темнота, поэтому не поснимаешь этой камерой. Вчера мы приехали в город Ульяновск. И кажется, это конец нашего путешествия. Утром поднялась температура. Я до последнего рассчитывал, что я смогу как-то проскочить всю эту историю с ку*****ом. В общем, друзья, привет. Неутешительные новости. Значит, ситуация обстоит следующим образом. Смотрите, сегодня сдал тест Дёма, который отсоединился от нас три дня назад. У Дёма положительный тест на ку***** вирус. Сдал также Кирилл тест. У него тоже положительный тест на ку***** вирус. Мы более-менее чувствуем себя хорошо. Ну, то есть, нам казалось, что это просто ОРВИ. Но сегодня я заметил, я даже заметил вчера, что я плохо чувствую запахи. И Дэн сегодня заметил, что он тоже плохо чувствует запахи. А сегодня я уже вообще не чувствую запахов. То есть, скорее всего, у нас он всех, блин, ка*****. Саня вроде держится, но у него сегодня поднялась температура. Но запахи он чувствует ещё пока. Так что завтра мы будем в Самаре, и все хором побежим сдавать тест на ку***** вирус. И самое обломное, что он, скорее всего, подтвердится. И мы сядем на карантин. И путешествие наше под угрозой получается. Что, будем ли мы его продолжать или не будем, непонятно. Блин, я как-то, я вообще не понимаю. Мне всё кажется, что это какой-то дурной шуткой. И мы пойдём сдадим тесты, окажется простой рви, и мы дальше рванём, как и хотелось в Сочи. А если закончится путешествие, то, конечно, я расстроен. Непонятно, что делать с лодкой. В Самаре должны были присоединиться к нам куча народу. Должен был приехать Андрюха. Как они, во-первых, они с нами контактировать точно не будут. Они даже в лодку будут бояться зайти. Её надо продезинфицировать всю. И отдать отстояться. Даже если мы выйдем и сядем на карантин, то путешествие без нас продлить это уже тоже проблематично. Пока в замешательстве мы все не знаем, что делать. Ну да, в общем, вывод такой, что нас подвело то, что мы не задумывались о здоровье экипажа. Мы почему-то не думали, что если заболеет один человек, то вывалится сразу вся команда. Почему-то всё было, до этого всё было хорошо. И мы даже не задумались о таком вопросе. У нас не было даже никаких вообще препаратов медицинских, ни таблеток, ничего. Так что будете планировать переход, обязательно подумайте. А о безопасности команды. В общем, друзья, похоже, на этом заканчивается вторая серия перехода нашего Санкт-Петербург-Сочи. Возможно, заканчивается вообще весь переход. И о том, что было дальше в Самаре, вы уже увидите в следующих сериях. Так что берегите себя и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok